Как решить народные проблемы? В Иванове состоялась конференция регионального отделения Общероссийского народного фронта. Еще в декабре 2016 специалисты этого движения передали рекомендации по различным проблемам на рассмотрение в правительство региона. Итоги исполнения и перспективы, как выяснилось, не самые радужные. Передано в декабре 2016 года губернату области 27 поручений. Полностью исполнены 4 поручения. Если кратко, это в основном связано с лекарственным обеспечением. В процессе исполнения находится 8 поручений. Здесь поручения и по инвалидам, и по ЖКХ. Они исполняются, но мы считаем, что они должны умываться. Невыполненные поручения будут исполнять теперь в следующем году. Рекомендации направят новому главе региона. По-прежнему на повестке дня открытость публичных слушаний. Как поясняют специалисты, зачастую такие мероприятия хоть и открыты, но назначены в неудобное время. Прийти могут далеко не все. Из новых проблем претензии к регоператору по вывозу ТКО. В региональное отделение Пщероссийского народного фронта стали поступать жалобы от жителей региона. В основном потребители услуги не устраивал высокий тариф за вывоз мусора, несоблюдение графика вывоза, отсутствие контейнерных площадок в частном секторе, плохая организация бесконтейнерного сбора мусора. Вопросы, связанные с регоператором, специалисты предлагают решать всем миром. Для этого фронтовики предлагают создать общественный совет при компании регоператора, чтобы осуществлять контроль расходов компании, а также согласовывать ключевые вопросы. Много накопилось проблем и в социальной сфере положительной новости в здравоохранении. Удалось наладить контакт с департаментом и способы взаимодействия. Все нарушения, выявленные Народным фронтом, устраняют вовремя. А вот доступная среда в нашем регионе страдает. Несмотря на большие вливания, которые происходят, и на улучшение якобы среды, ее доступности, мы отмечаем ряд недостатков. Из инвалидов, колясочников, 56% заявили, что они выходят из дома. Но регулярно выходят всего лишь 13,5%. И когда мы начинаем разбираться, почему эти люди, считающие себя социально активными, так редко выходят из дома, мы столкнулись с поражающими фактами нецелевого и некачественного использования денежных средств, которые выделяются на оформление этой якобы доступной среды. Народный фронт настоятельно рекомендует исполнительной власти контролировать работы. Не пропустили общественники и экономику, обсудили способы повышения инвестиционной привлекательности региона. Поговорили о неналоговых платежах и мониторинге закупочных цен. Отдельный вопрос касался территории подсельское хозяйство. Как правило, земли сейчас разбиты на небольшие участки, малоинтересные для сельхозпроизводителя. Какие-то просто простаивают, другие в частной собственности. Здесь мы рекомендовали бы упростить вот этот порядок и посмотреть именно с муниципалитетами, сделать оценку для того, чтобы можно было переводить либо в жилую застройку, что примыкает к населенным пунктам, тем самым в тех же моногородах. Основная проблема в том, что моногород заканчивается границей жилой застройки. Там очень мало моногородов, у которых есть свободные земли. То есть это могло бы позволить не только жилую застройку увеличить, но перевести в зоны промышленности или в зоны так называемые рекреационные. Отдельно обсуждали культуру, образование, экологию. Значительное внимание уделили вопросу повышения качества жизни. В этой сфере исполнительной власти выдано больше всего рекомендаций.